МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Альтернативные соревнования. Начался первый футбольный чемпионат среди непризнанных республик. Как на все это смотрят в ФИФА? И почему сборная ДНР не выйдет на поле? Специальный репортаж программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но надо добавить, что в Бундестаге, подчеркивают, никто не собирается отправлять Турцию на скамью подсудимых и ставить под вопрос ее территориальную целостность. А вот армяне, которые горячо приветствовали решение Бундестага, наверняка надеются на другое. Например, на возврат Западной Армении, которая сейчас является частью Турции. Предложения вернуть ее в распоряжение армян звучали уже давно, в том числе из-за океана. Вообще вопрос национального самоопределения остро стоит в разных странах. Сколько в Европе государств, на территории которых есть подобные очаги. Что у всех на слуху? Каталония, Шотландия, страна Басков, Северная Ирландия. Есть и менее известные истории. Например, Корсика. Там уже 300 лет идет борьба за независимость. Или Британь в той же Франции. И такая картина не только в Европе. За независимость активно борется американский штат Техас. Есть самопровозглашенное государство Сомали-Лэнд. Опять-таки острова Чагас, куда уже много лет не может вернуться коренное население. Чаще всего такие регионы носят статус непризнанной республики. И кажется, теперь они пытаются объединить усилия. В Абхазии открылся чемпионат мира по футболу среди сборных непризнанных республик. Как на это отреагировали чиновники ФИФА? Каким образом удалось организовать целое первенство, если игрокам команд-участниц не каждая страна даже визу давала? Специальный репортаж Михаила Плохотника. Футбол, кавказские страсти и политика. Все смешалось на мировом чемпионате, о котором в мире почти никто и не знает. Здесь играют футбольные сборные республики автономии, которых не то что ФИФА не признала. Их на иностранных картах, как отдельных государств, нет. Команды Смолилэнда, острова Чагас, северного Кипра, канадского Квебека, объединенные корейцы Японии, Падания и еще нескольких стран, названия которых мало кто знает. Нас признала самая большая страна в мире, Россия, есть еще ряд стран. У этих многих наших гостей другие обстоятельства, другие ситуации. Но, я еще раз говорю, нас объединяет всех жить по возможности в мире. Нет признания политического, а значит и в большой спорт дорога закрыта. Так устроен современный мир. А играть, болеть, избивать хочется всем. К этому чемпионату абхазцы относятся настолько серьезно, что даже нами, журналистами, в качестве пресс-секретаря, занимается вот этот человек. У меня заместитель регистр экономии. Три с половиной миллиона долларов только на восстановление этого стадиона потратила Абхазия. Казалось бы, неужели в республике, в которой не зажили раны войны, которой даже санкции не применяют, потому что ее не признают, кроме футбола, нет других проблем. Конечно, есть. Но это событие. Способ поддерживать. До этого за всю историю независимой Абхазии самым ярким спортивным событием здесь был чемпионат мира по домино. Неудивительно, что когда в 163-ю в мире страну по размеру территории пришел большой футбол, это стало историческим событием. Стадион рассчитан на 4200 человек. Билетов продано 4800. По факту, если попытаться подсчитать, ну, на мой личный взгляд, здесь около 6500. Как, спросите вы? Да все очень просто. Все все понимают. Это же Кавказ. Ну, как можно отказать знакомому от удовольствия посетить такой матч? Причем цена на билеты от 300 до 800 рублей. Для Сухуми большие деньги. Но платят ведь в этот день играет своя команда. А у этих участников непризнанного мирового чемпионата с национальной идентификацией еще сложнее. Это корейцы. Объединенные корейцы Японии. Даже говорят по-японски. Говорят они, что корейцев в Японии притесняют, поэтому они мечтают о своей стране. Восходящего солнца, впрочем, этот нападающий в Абхазии тоже сошел за своего. Из-за имени. Шота Айба. Шота Айба – это, как ни странно, нормальное абхазское имя. Он стал настоящей звездой в Абхазии с такой фамилией. Корейцы из Японии оправдываются, мол, нет, имя японское. А в это время на поле выходит сборная Лапландии. Да-да, та самая родина Санта-Клауса. О, hello everyone! Многие уверены, в Лапландии не то что футбола, травы-то нет. И уж точно мало кто знает, что они не признаны как республика и хотят независимости. Вот ведь как бывает, чемпионат по футболу, а узнаешь новое о политике. Мы хотим всему миру доказать, что есть такая страна маленькая, с большой душой, но далеко идущая страна Абхазия. Все будет хорошо. Спасибо, спасибо. Возможно, и будет. На пресс-конференции даже агенты FIFA намекнули, что постараются замолнить слово об Абхазии в вопросе включения ее в официальный чемпионат. Михаил Плохотник, Валентина Белова, Павел Лосатов, Екатерина Гусельникова. Спасибо, Андрей. Вот такие итоги дня. Мы Анна Янкина и Андрей Норкин. Прощаемся с вами до следующей недели. Благодарим вас за внимание. Увидимся в понедельник в 22.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова